сегодня мы будем рисовать вот такой рисунок детской гуашью из фикс прайс ну что сегодня мы с вами продолжаем рисовать детской гуашью и будем продолжать нашу тему деревенского пейзажа так вот я достала все цвета всего лишь 6 цветов и так первоначально мы с вами будем делать фон для этого мы намешиваем такой грязный зеленый цвет так как деревенский пейзаж у нас такое немножко августовско осенний если есть такое слово то есть не яркий сочная такой хочется немножко приглушенный поэтому наша задача сделать такой приглушенный цвет и для этого я смешиваю практически тут у нас белый и желтый зеленый красный даже добавляя вот чтобы ты тут зеленый приглушить но я вижу что я очень мало очень мало взяла и надо прям больше краски намешать а так пока вот если вы обратите внимание очень яркий цвет можно и даже немножко добавлю синего здесь пока его отложу в сторонку так кажется что мало мало как-то нас много белого и мало зеленого светлый чайфон получается давайте попробуем синего еще добавить и желтого так видите сразу все не добавляю пока вот так постепенно мне здесь на компьютере параллельно открыта сама фотография поэтому я ориентируюсь на нее но у нет задачу повторить поэтому вы можете просто смотреть за моим сюжетом так нужно какой-то более желтый что ли более желтый давайте прям весь желтый возьмем более желтый и даже как будто еще красного что добавить с красного страшно переборщить потому что он такой довольно ядреный но нет нормально смотрите он так нормально приглушает цвет я просто продолжаю намешивать цвет пока мне не будет нравиться давайте начнем у нас идет и такая знаете здесь на фотографии горизонтальная линия это передний план знаете чего я с вами забыла я забыла прикрепить это все скотчем не могу давайте нет знаете давайте заново начнем короче я отрывала тут рисунок и сейчас мы с вами заклеим сперва бортики работы это нужно не только для того чтобы были поля но еще и для того чтобы лист бумаги когда мы рисуем он не называется не скрючивался потому что краска она в любом случае влажная и когда мы когда мы начинаем рисовать бумага из-за того что становится влажной она у нас ухожиться и поэтому не совсем удобно рисовать если изначально не заклеить вот так вот края когда заклеишь уже получается можно не переживать что бумага куда-то у нас уползет ну что продолжим тогда что же давайте заново намешивать что мы там брали белый давайте так вот зеленый синий красный просто нами намешаем все а еще желтый желтый добавил да давайте смотрим так как будто темновато хочется немножко желтизны я намешиваю просто побольше краски чтобы краска не закончилась на середине листа когда я буду пока делать покрытие поэтому я делаю сразу запасы чтобы нам на все хватило давайте начинаем заново так у нас идет здесь вот такая линия хотя даже знаете давайте ее выше сделаем это передний план на котором располагается лук краску я стараюсь вложить довольно плотно чтобы не было таких просветов проплешин хочется чтобы она была плотненьким слоем так это пока мы просто знаете с вами по базовый цвет накладываем и сейчас где нам нужно будет мы будем осветлять добавлять больше так да вот сделали и знаете там дальше все это уходит в такой более светлый цвет поэтому я попробую сейчас начать намешивать намешивать немножко другой цвет так он у нас вот здесь вот где-то там другие холмы как я уже говорила мы с вами не копируем поэтому рисунок у меня для ориентира по атмосфере но я не не стараюсь его скопировать так так это вот холмы 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 и дальше сзади у нас такая немножко в синего уходящая дымка поэтому я намешаю такой более холодный цвет и возможно еще сейчас отдельным белым цветом делу проблески неба так надеюсь там у нас не темно нормально вот здесь видите дело такое чертая не гор Продолжение следует... У меня здесь еще есть поменьше кисточки. Если они пригодятся, я начну их тоже использовать. Так, видите, беру немножко синего. Хочу здесь добавить еще такие, знаете, горы на заднем плане. Вообще довольно медитативно получается. Так, сквозьем нашу кисточку. Как будто, знаете, мне здесь хочется немножко более ровно краску положить. Если получится, вот так выровнять проплешинки. Так, передний план у нас на самой фотографии более темный. И поэтому я хочу немножко траву сзади сделать посветлее. Я просто делаю уже более светлый тон и будем вот здесь делать такой как бы переход. Еще будет ряд деревьев, но пока просто вот добавляем светлый. Хорошо бы сейчас, конечно, его увести в темный. Не знаю, но тут уже темный заканчивается. Давайте вот так вот я прямо его делаю, чтобы он у нас смешивался по цвету. Кисточку я сильно не мочу, но иногда необходимо бывает, чтобы вот штушевать краску. Похоже, солнце уйдет и мы будем дорисовывать уже в темноте. Так, ну ладно, давайте пока на этом этапе лук закончим. Сейчас я буду рисовать деревья. И они у нас довольно темные, поэтому белый цвет я сюда практически не буду добавлять. Я буду использовать синий, желтый, зеленый. Наверное, даже красный тоже использую. Но белый не добавляю, чтобы цвет не разбавлять. Так, проверим камеру. Все ли снимает? Да. И вот здесь у нас получается, вот она линия деревьев. Давайте я ее сразу отмечу ровненько, более ровно. И вот по этой линии мы будем с вами рисовать деревья. Рисуем, так вот знаете, немножко хаотично. Главное, не рисуйте правильную форму, потому что, а то мы привыкли с детства рисовать деревья, так веточка к веточке. А наша задача, наоборот, добавить вот такой какой-то хаоса. Потому что, если посмотреть на в природе, деревья вообще абсолютно разной формы, разных каких-то силуэтов. И чем такую более неправильную форму вы делаете, тем, вероятнее всего, она, наоборот, будет у вас более реалистичная. А если вы будете делать выверенные такие шарики и ствол, то будет это выглядеть как, ну так, немножко по-дециатовски. Вот, например, можно такие даже разные способы нанесения краски. Вот видите, такое вот движение какое-нибудь, как будто здесь такие листочки. Какой-то деревик, да, наверное, вот эти задние, на заднем плане некоторые деревья. Хочется сделать такие высокие. И вот здесь тоже такое. Высокое дерево. На заднем плане у нас тоже есть. Давайте чуть-чуть светлее, что ли, сделать их. Тоже темные, но светлее. Здесь я уже не прорисовываю форму. Я вот, знаете, такие линии вертикальные делаю, как будто у нас там череда деревьев растет. Давайте еще где-то тут тоже. Смотрите, как похоже получается, да? Просто делаем такие вот линии. И здесь тоже где-то. Знаете, как будто бы мы рисуем траву, но так как наш мозг понимает, что мы рисуем дальний план, он видит в этом деревье. Он видит в этом деревье. Вот здесь вот уже кажется, что можно даже добавить чуть-чуть желтого, чтобы они видно, да? Я хотела выделить деревья на заднем плане, на фоне гор. Как-то не получается их выделить. Давайте вот такие сделаем. Эффект мне нравится, красиво получается. Так, теперь мы, видите, с вами сделали темный цвет. И хочется добавить немножко светлых. Так, каких-то светлых моментов. То есть, знаете, уже многослойность есть у деревьев. Поэтому те деревья, которые ближе к нам. Так, давайте я вообще возьму кисточку потоньше. Я сейчас взяла кисточку нулевого размера. И хочу вот так прорисовать на переднем плане более светлым деревьям. Какие-то добавить оттенки, пятнышки. Давайте прям такой желтый светлый сделаем. Возможно, я сейчас еще раз буду добавлять более темный. Пока просто светлыми пятнами занялась. Надеюсь, у нас хватит с вами зарядки. Потому что телефон мне не полностью заряжен. Так, но мы постараемся довольно быстро это все нарисовать. Если получится. Знаете, такой у нас будет скетчинг. Да. И вот здесь вот берем такой, знаете, синий цвет. И красный давайте тоже возьмем. Видите, красный я добавляю просто, чтобы приглушить зеленый. Потому что он очень ярко выделяется. И поэтому хочется его сделать таким ярким. Так, вот здесь какие-то еще деревья как будто есть. Вот здесь кисточка уже совсем сухая, становится сложно рисовать. Но много воды тоже не стоит добавлять. Смачивайте ее по необходимости, если прям чувствуете. Так. Так. Можно где-то даже так синий положить цвет. Ну это просто для тени. Так вот. Так. Ну все, давайте. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Пойдем дальше. У нас там, получается, на этом пригорочке стоит домик. Сейчас попробуем намешать цвет для домика. Так как у нас коричневого нет. Будем пытаться из подручных средств намешать такой коричневатый цвет. Так. У нее у нас располагается. Тут он вот так стоит. Это я рисую переднюю стенку, и она тоже у нас получается закрытой травой. Травку мы потом прорисуем на переднем плане уже попозже. И знаете, там такой белесый серый цвет. Возьмем прям даже черный, синий можно добавить. Непонятный какой-то цвет получается. Ну ладно, сейчас разберемся. Так, крыша она у нас вот так идет. Надо было просто серый с черным, ой, черный с белым смешать, наверное, было бы понятнее. Так, крыша там как-то прям, знаете, до самого низа идет. Так вот. Так вот. Так вот. Одна часть крыши, другая. Как будто она немножко кривоватая. Ладно. Так, хочется вот здесь такая белая каемочка. Чуть-чуть белого добавить. Давайте, кстати, тель добавим и бревнышки. Там у домика есть уже, соответственно, бревнышки, из которых оно стоит. Но они не стандартные. Оно какой-то такой, знаете, даже на сарай, на шалаш похож. Слушай, здесь вот такое окошко. А, нет, там, оказывается, дверь, простите, это не окошко. Так. Так. Вот это я сейчас рисую просто наши доски, из которых состоит домик. там как будто бы что-то вот в этом сарае лежит. Мы даже не знаем точно что, просто что-то там есть. Видите, вот это все. У домика есть такой, знаете, белая оконилиния. И крыша домика, она, знаете, состоит из таких черепичек. Так, я просто хаотично, ну не хаотично, вот рядами сделаю такие черепицы, чтобы крыша была более реалистичная. Давайте кисточку пополоснем. Так, у нас записывает. Нормально? Ой. Теперь, получается, нам нужно сделать чуть-чуть переднего плана. Так, мы сейчас будем так же, как в прошлом уроке, кто не смотрел, будем делать травинки, такой, значит, практически сухой кистью. То есть у меня мало влаги на кисти, и я просто вот так беру и неплотно прижимаю кисточку, делаю такие мазки, чтобы у нас создавался эффект травы. И краска на полусухой кисточке, она получается у нас... У меня, видите, какая плоская кисть такая, тонкая. И, соответственно, вот ей очень удобно делать вот такие хаотичные мазки, которые нам создают вот этот вот эффект, эффект травы, эффект луга. Так, сейчас у меня уже заканчивается трава. Все уже совсем стемнело, будет темное видео, ну ладно. Я начинаю торопиться и чувствую, что как будто бы у меня, из-за того, что я тороплюсь успеть до темна, не получается прорисовать, как я хочу. Все, так, давайте вот здесь вот у нас трава. У нас трава. Здесь на заднем плане мне хочется немножко высветлить лук. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Продолжаем рисовать траву. Давайте вот так вот еще сделаем. Угу. Да. Сейчас вот здесь есть еще один забор. А, почему я говорю еще один. У нас есть здесь забор. Так, нам нужно снова намешать цвет такой коричневатый. Мешаем красный, желтый, белый. Желтый, наверное, добавить. Как темно стало, да? Как темно. Ну ладно. Забор у нас вот он идет как-то, знаете, вот отсюда видно. И потом он здесь как-то обрывается и начинается откуда-то. Сюда давайте вот основные линии вот так сделаем. Они по нарастающей к нам увеличиваются. То есть здесь меньше-меньше. И более мелкие бревнышки. Вот так. Не знаю, здесь так может что-то как будто. В принципе, похоже, да, на забор получается. Не будем даваться детали. Еще какие-то колышки нарисую. И вот тут вот он как будто где-то сзади. Так. Давайте эту часть, предположим, мы сделали. Еще хотела вот здесь тень добавить в эти крыши. Добавили. Теперь у нас еще есть такая тоненькая линия забора вдалеке. Я просто добавляю сюда белого и попробую провести там просто тонкую линию забора. Сейчас мы придумаем, как сделать это похоже на забор. Не сильно прорабатывая, я просто вот так делаю наши преграды забора, но так как это вдалеке, нужно сделать максимально как-то естественно. Можно было вообще ее не прорабатывать, наверное. Ну ладно, уже поздно. Так. Ну как будто там есть вот какой-то у нас забор. Так. И вот этим же светлым цветом мы сейчас добавим на этом заборе блики. Добавим блики вот такие. Просто вот еще вот здесь, как бревно, которое скрепляет их, тоже добавила. Так как пространство довольно маленькое у листа, сложно прорисовывать, поэтому я просто делаю такое, знаете, ощущение. Ощущение от забора. Так, давайте. Где-то еще какая-то. Капелька упала. Я сейчас на заднем плане добавляю силуэты гор. Но это я сделала, потому что у меня там была капля краски белой, и я добавила силуэту, чтобы ее скрыть. Так. Угу. Ну там может быть еще какие-то, знаете, еще вот силуэты. Светловато. Так. Надо посветлее сделать. Похоже, я все испортила, но ладно. Просто из того, что уже темно, я не понимаю, где какие горы были. Так. Ладно, давайте вот еще вот здесь добавим. Пару гор. Так. Проверю, насколько темно. Ну прям темно, да. Темно-темно. Пару гор. Так. Давайте. Давайте сделаем цветы. У нас вот здесь вот такие ромашки. Все здесь вот оченьります. И так. Сейчас мы просто рисуем ромашечки, цветочки, так вот несколько ромашек вы знаете сделали таких крупных и какие-то ромашки я просто знаете вот так вот делаю уже не прорисовываю а здесь какие-то точки просто как будто бы может какие-то там боком какие-то просто как точечки и такой легкий намек на стебелек конечно тяжело стебелек даже самой тонкой кисточкой получается все равно объемно ну ладно просто травинки сделаем ромашки здесь потом здесь вот вдалеке такие пятнышки белые как будто бы у нас там скопление ромашек здесь вот сделаем несколько там знаете такие просто хаотично делаем точечки как будто бы у нас растут ромашки ну давайте как будто вы там знаете где-то за забором может нарисовать парочку вот так возле прям нашего забора все не знаю сейчас будет видно или нет но я возьму желтый цвет и желтым цветом и здесь знаете прям такие скопления ромашек ой не ромашек каких-то дуванчиков наверное так я прям обильно добавляю желтые пятна может быть даже нам надо смешать желтые с белым чтобы они были чуть ярче так и вот просто видите вот такими движениями я делаю луга из дуванчиков или каких-то желтых цветочков желтый белый белый в желтый я добавляю для того чтобы желтый у нас не просвечивал так как сам по себе этот желтый цвет он такой немножко у нас прозрачный и когда его накладываешь просто на на зеленый он начинает просвечивать все таким какие-то просто зеленоватым становится вот а я же хочу чтобы они были более светлыми поэтому я би белый и желтый смешиваю и тогда у нас желтый высветляется и соответственно уже более как по светлым цветом ложится кажется уже завтра я буду смотреть итоговый результат потому что сейчас у нас стемнело совсем так все даже такими значит найти практически такими линиями даже делаю точками линиями это все нам добавляет живости какой-то игривости потому что если бы вот этих цветов неба у нас рисунок получился бы довольно скучный благодаря вот таким точкам цветам можно будет еще очень добавить она как-то знаете сразу заиграла так здесь что-то попало тоже видите из того что я краску перетаскиваю у меня попадают капельки краски давайте так так Вот так. Ну всё, давайте я пока на этом завершу. Завтра при дневном свете я посмотрю, что там как-то и может быть что-то добавлю, потому что сейчас уже совсем света недостаточно. Сзади я здесь просто, знаете, такие какие-то линии, точки ставлю, чтобы поверхность луга создать ощущение, что там тоже какие-то есть цветочки, травинки, но я уже здесь не прорисовываю их отдельно, а просто таким каким-то общим пятном кладу, общее пятно, такое немножко другого оттенка. Так. Ну всё. Так, давайте ещё вот здесь у вас на фоне гор были деревья. Сделаю их чуть-чуть светлыми. Всё, давайте на этом завершим и завтра уже днём посмотрим результат. Ну что, доброе утро. Я решила немножко сейчас попить кофе и дорисовать работу. В принципе смотрю на рисунок уже при дневном свете и всё, всё выглядит довольно симпатично и мило. Сейчас я уже при хорошем освещении хочу доработать детали, чтобы максимально завершённо сделать работу и уже поделиться с вами. Так. Давайте. Так, наверное, даже небольшой кисточкой скорее. Скорее. Маленькой даже достаточно будет. Так. Дайте я сделаю свой первый глоток кофе. Прекрасно, прекрасно. Так. У меня сейчас уже вообще нет перед глазами референсов. Даже, пожалуй, не буду его доставать. Ой, не буду открывать, точнее. Вот. Поэтому просто порисуем, добавим какие-то небольшие детали и, в принципе, всё. Что я сейчас хочу сделать? Сейчас я хочу добавить немножко тени в домике. То есть, видите, у нас он такой коричневатый и вот в этих частях под крышей и где дверной проём хочется сделать чуть более такой тёмный цвет. Чтобы создать глубину. У гуаши есть такая особенность, то что она светлеет. То есть, на самом деле, всё, что вот вы рисуете, оно ещё после того, как гуашь высыхает, оно становится светлее на несколько оттенков. Поэтому здесь даже нанося чёрный цвет сложно переборщить, потому что он всё равно станет светлым. То есть, если какой-нибудь акрил возьмёшь, там цвет не сильно тускнеет, а гуашь, она такая прям, такая какая-то вот своеобразная, необычная. Что ещё здесь можно добавить? Давайте, раз уж мы начали добавлять тени, их и добавим. Я хочу добавить вот здесь, знаете, на наших заборчиках. Не везде, но вот так выборочно я добавляю, как вы знаете, боковую тень на брёвнышке. Если вот вы понимаете, про что я говорю, у нас идёт забор, и как будто бы вот сбоку такая какая-то тень немножко. И обратите внимание, что я не добавляю на все, я просто рандомно на некоторые добавляю. Вот здесь тоже, кстати, хочется мне добавить на забор просто какие-то тоже такие рандомные линии. Я даже не пытаюсь точно понять, что именно я рисую, но вот это вот какие-то детальки, когда у тебя есть тёмные, светлые перепады, они как бы создают это ощущение, что ты смотришь на какую-то настоящую картину, потому что когда... Точнее, не картину, а пейзаж. Потому что вот наш глаз, он на самом деле не различает все мелкие детали, но при этом он видит, что работа сложная, и там типа много чего-то. Даже видите вот эти вот точки, которыми мы цветочки рисовали в виде точек, и поэтому как бы наш глаз всё равно в общей картине воспринимает это как поля цветов. Вот. Так, ну и давайте ещё я хочу на деревья добавить на самом деле цвет, ой цвет, тень. Так, я вот здесь мешаю чёрный, немножко зелёного, просто чтобы разбавить в чёрный. И вот так, таким образом добавляем тенюшечки на деревья. Может вот здесь как-то, знаете, как будто можно представить, что вот тут вот между двумя деревьями такая тень какая-нибудь прорисовывается. Опять же, вот как я сказала, нам не нужно прям точно представлять, что вот так оно в жизни всегда. Но примерно, знаете, вот как бы мы знаем, что когда мы смотрим на дерево, там есть тень, там есть свет, и вот мы такие цветовые пятна создаём. Как будто, знаете, я такие вот прослойки между двух деревьев делаю, тень добавляю. Вот вы посмотрите, я только добавила тень, да, и насколько, насколько вот эти деревья наши стали объёмнее. Удивительно, вот я сейчас на сих пор сама иногда удивляюсь, как добавление тени и света, бликов способно оживить работу. То есть, если у нас бы там остались вот такие деревья немножко блеклые, то вот этого контраста и объёма нам, скорее всего, не хватало бы. То есть, ну хотя с другой стороны это тоже может быть, например, какой-то другой пейзаж, когда деревья в такой дымке уходят. И они, да, они у нас тогда там, например, не яркие, но вот сегодня мне захотелось немножко добавить всё-таки таких более тёмных цветов на наш лесочек. И, да, при дневном свете гораздо приятнее работать вообще. Так, вот здесь вот, знаете, так, даже не знаю, стоит ли сзади добавлять нам или нет. Давайте вот на передние ряды вот здесь вот добавим. Не будем вот там сзади добавлять, чтобы они уже у нас не спорили. Пусть задний фон остаётся такой и более светлый. Так, давайте я продолжу пить свой утренний кофе. Так, что ещё можно добавить? Давайте просто, возможно, можно сделать какие-то вот точечки тоже, знаете, тёмные. Какие-то травиночки вот такие. Сейчас уже я просто, знаете, вот прям самую-самую такую основу дорабатываю. Так, у меня ещё курьер должен прийти, принести продукты для того, чтобы завтрак приготовить. Надеюсь, что я успею ещё завершить её. Вот видите, я вот так просто хаотично добавляю троиночки. И как-то так красиво получается. Мне нравится. Вот видите, у нас она уже подсыхает, она как-то более светлая становится. Но в целом всё равно красиво. Так, давайте ещё вот, знаете, на заднем фоне мне почему-то хочется как-то вот чуть-чуть света добавить на небо. Каких-то таких светлых элементов. Здесь я уже не рисую солнце там или закат, но просто какие-то кусочки неба высветляю. Как будто, может, на заднем фоне такие полупрозрачные облака. Фантазируем. Просто фантазируем, что-то делаем. Ну да, вот так вот достаточно, я думаю. Ну что, в целом-то, знаете, как будто бы всё смотрится завершенно. Я даже не успела допить кофе. Буквально какие-то штрихи добавила с утра. Когда свежим взглядом посмотрела, и мне всё нравится. Давайте вот здесь ещё. Немножко крышу вот так я выделяю. Я линию до конца не довожу, просто слегка вот снизу. Здесь вот тоже так вот. Ну вроде красиво, знаете, всё выглядит классно. Давайте ещё пару ромашечек сделаем. Просто так вот. Так, и просто ещё, может быть, даже жёлтых цветочков добавим. Так вот. У нас уже и так, в принципе, много. Это я уже последние-последние штрихи добавляю. Хочется мне чего-то такого. Так, опять я здесь копнула. Копнула. Ладно, давайте здесь добавлю тень на дерево. И, блин, здесь... Ладно, не страшно. Надо просто, может быть, как-то вот так водичкой. Здесь у меня капелькой, наверное, не видно, но я её вот так сглажу. Супер, супер. Что ещё можно сделать? Давайте ещё какие-нибудь силуэты добавим. Немножко на фон. Как будто там ёлочка какая-то. В принципе, это у меня уже такие, знаете, можно сказать, даже не сильно нужные действия. Потому что работа в моём понимании уже завершена. Давайте вот здесь травиночки добавим. Ну, чтобы, знаете, просто объём вот уже добавлять такими детальками. Типа травинки, цветочки. Какие-то, может, ещё элементы. Можно вот тут вот добавить. И обратите внимание, что мы с вами не рисуем плотно траву, то есть там полностью всю покрываем площадь. Нет, мы просто вот в каких-то местах добавляем такие линии, чтобы вот эта фактура травы была. Но при этом мы не перекрываем полностью фон. Вот. Ну, красота, по-моему, вообще супер получается. Я, правда, до сих пор в шоке, что гуашь, гуашь даёт такой какой-то приятный красивый эффект. Я просто, правда, не рисовала гуашью вообще миллион лет. Акрил, он тоже красивый. Но, знаете, он как-то... Акрил, он как будто, знаете, вот, не знаю, немножко другой. Гуашь, она такая какая-то бархатистая, матовая становится. Акрил, он как-то по-другому ложится. Вот. Ну всё, давайте вот здесь ещё последние штришочки просто каких-то силуэтов гор. Красота. Видите, на заднем фоне я даже, кстати, не особо рисую цветы. Давайте парочку сделаем. Потому что они вдалеке. И как будто бы... То есть там уже нет вот этих отдельных элементов. Там, скорее всего, просто такие площади, вот такие полосочки чего-то, например, можно нарисовать. Как будто там элементы более другого цвета, но при этом мы их даже никак не прорисовываем. Потому что дальний план, он как будто уходит, и цветы там уже настолько мелкие, что эти мелкие цветочки нам прорисовывать не надо. Ну всё, давайте на этом завершим нашу работу. Мне кажется, получилось вообще супер. Это я здесь сейчас добавляю на брёвнышки свет. Я думаю, получилось вообще офигенно красиво для работы гуашью. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...